Здравствуйте, мои дорогие, любимые слушатели. Итак, мы продолжаем с вами марафон. Как я обещала, сегодня у нас обряд. К обряду мы должны были приготовиться, прочитав очи на уши. Сначала, да, искупаться, соответственно, душ представляя, что вы еще не только душ принимаете, но и золотой, бело-золотистый поток, яркий божественный поток, который проникает в вас, очищает, а все негативное уходит. Куда-то там, далеко-далеко, где-то земли на преобразование, природка на плодородие. Искупавшись, вы должны были еще избавиться от всяких негативных мыслей, ненужных вещей и радоваться. Вам понадобится три свечки церковных, лучше маленьких, и один стакан простой воды. Самый простой. Мы будем с вами, как говорится, делать обряд на удачу по древу родовому. Если даже где-то запнетесь, ничего страшного. Сегодня такой день, то есть мы делаем самый разгар с Рождества, да, вот скоро совсем Новый год. И поэтому все равно все получится. Я просто это знаю. Итак, вы повторяйте в основном за мной. Можно шепотом, чтобы не мешать вашим домочадцам, но лучше повторять. Я сейчас посмотрю, как видно. Поправлю. Никак я уже не поправлю, но, по крайней мере, все равно все. Да? То есть, так, что тут у нас? Хорошо. Итак, мы с вами должны зажечь свечу. Свечу. Сейчас снимем. Свечу. Мне приходится одной рукой держать камеру. Поэтому уж три свечи берем и зажигаем их. Ах, ох ты как. Что-то, кто-то чего-то не очень хочет. И держим над нашим стаканчиком. Обряд очень, на самом деле, простой. И читаем Отче наш. Я буду читать медленно, а вы повторяйте за мной. Шепотом. Это шепотки могут быть, поэтому нормально. Правда, длинный будет шепоток. Отче наш, и же и си на небесех, да светится имя твое, да бредит царствие твое, да будет воля твоя, яка на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яка же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого слова Своя Сына и Святому Духу и на небесе и веки веков. Аминь. И теперь нужно встать. Ну, сейчас не главное меня видеть. И пускай оно капает. Когда вы... Ой, сейчас, секундочку, отойду, чтобы вам было виднее, да? Когда вы будете... Так, видно? Видно? Капает как. И, соответственно, мы будем сейчас читать. Не нервничать, а читаем со мной. Встану я, раба Божья, называйте свое имя. От рода отца, раба Божьего, называйте отца имя. И матери, рабы Божьей, называйте имя своей матери. В зимний денек на утренней заре помолюсь в материнской избе на солнце восход поклонюсь, крестом осенюсь. Повторяем, не бойтесь. Пойду, перекрестясь до дальней стороны, до древа родового. Пойду из дверей в двери, из ворот в рота. Пойду под солнцем красным, под звездами чистыми, под месяцем молодым, под месяцем стариком, под перекроем и полной луной. Пойду за дальние стороны до высокой горы, на горе той Афонской стоит монастырь. В монастыре служба. Службы идут. Монахи Господа молят. За стеной монастыря растет древо рода моего. На дальней стороне стоит камень, бел, горюч, камень Алаты. За камнем тем стоит лестница золотая, лестница высокая, на седьмое небеса поднимается по лестнице золотой, по ступеням высоким. Пост святой и крест свой возьму с собой на небе. В синим стоит град Иерусалим под крестами золотыми. В граде том река Иордань протекает пророк Иоанн. Слово Господне вещает Вердань река Сам Господь Иисус Христос крещался, Дух Святой с небес спускался. Иоанн пророк Христу как Бог поклонился. Градит он стоит гора Голгофа на горе Голгофе крест стоит святой крест святой наградит он монастыри храма Господни при вратах стоит часовни за вратами лежат пустыни в храме том на престоле золотом сидит Господь Иисус Христос Адисную Матери Богородица Христос Ощущу Архангел Михаил Архангел Гавриил Архангел Варахаил Архангел Рафаил Ангел Ангел и Херувим Архангел и Серафим Округ престола стоит Спиридон Сунцворот Пророк Илья Пророк Малахия Царь Давид и Царь Соломон Вокруг престола стоят двенадцать апостолов двенадцать пророков мученики постники и пустынники монахи старые и девы святые Вокруг престола стоят девы святые мученица Екатерина мученица Варвара да мученица Роскевья Пятница и мученица Анастасия и стоят округ престола двенадцать пятниц со старшей пятницей суббота поминальная понедельник и среда четверг до вторник и воскресенье Господний денек под престолом двенадцать звезд светят двенадцать светильников золотых горят двенадцать свечей восковых на подставах стоят округ престола стоят древа царские простые купеческие да боярские древо кузнеца мельника сотника даратника древо именитые простые знаменитые древо монахов имельников царей и праведных людей корабейников кое рода господь спасает коим древом сам господь помогает кое древо господь управляет от напастей от страстей спасает спаси господь и мое древо проговариваем имя своем аминь 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 и как только прочли опускаем наши и храним их целый год итак воду нужно будет вытащить все плавающие воск закопать под любое неплодонесящее древо а воду нужно будет выпить если не сможете полностью осилить нужно полить расти чтобы они сейчас присяду чтобы они росли и вам удачу принесли даже можно так потому что каждое слово в этот день играет новое если небольшую то колоссальную роль или если не колоссальную то огромную поэтому вас приглашаю мои дорогие на свои встречи где мы будем проводить ни один обряд я буду сначала рассказывать конечно а потом проводить и соответственно буду учить как правильно вообще в рождественские дни проводить рождественские обряды которые работают потом всю жизнь и так если вы хотите любви счастья удачи если вы хотите чтобы в вашей жизни было все что вы бы не пожелали так делайте для этого что-то приходите я жду вас с вами была я Роза Кобарухина и так наш наш вседневный марафон к сожалению прошел но я не прощаюсь с вами я обязательно буду еще много-много рассказывать и у меня есть о чем с вами поговорить всего доброго счастья удачи и процветания вам мои дорогие